Всем привет! У меня для вас 4 новости. Скоро осень, но вы это и так знаете. А еще площадь суши на земле увеличилась. Разрабатываются инновационные катализаторы дегидрирования и совсем скоро в печать выйдет главный криптографический ребус мира. Заинтересовала? Подробности далее. Ученые из Нидерландского института Делтис выяснили, что за последние 30 лет на поверхности Земли произошли значительные изменения. Используя спутниковые снимки, они составили интерактивную карту, показывающую изменения, произошедшие на поверхности нашей планеты. Светло-зеленым цветом обозначены районы, откуда за минувшие 30 лет ушла вода, а бледно-голубые участки — это новая водная поверхность. В прошлом на этом месте была суша. Проанализировав динамику, ученые пришли к выводу, что строительство дамп и искусственное осушение территории оказывает больше влияния, чем естественные природные процессы. В общей сложности за три десятилетия под водой оказалось 115 тысяч квадратных километров суши, а 173 тысячи квадратных километров водной поверхности стало сушей. В рамках сотрудничества КФУ с Хальдер Топси разрабатывается серия катализаторов дегидрирования, которые являются одним из важнейших компонентов в процессе производства резин, каучуков и полимеров. Причем в Хальдер Топси особо заинтересованы не только в совместной разработке, но и в масштабировании разработанных катализаторов путем проведения пилотных испытаний в промышленных условиях и организации их промышленного производства и эксплуатации. Кроме совместных с Хальдер Топси проектов и лабораторий химического института, сегодня активно разрабатывается широкий спектр катализаторов изомеризации, дегидротации и селективного гидрирования. Испанское издательство получило право на тиражирование рукописи Войнича, самого известного криптографического ребуса в мире. Этот манускрипт был написан в первой половине 15 века на неизвестном языке, расшифровать который безуспешно пытались ученые со всего света. Текст перемежается с загадочными иллюстрациями, изображающими всевозможные растения, астрологические символы и фигуры. Сейчас манускрипт содержится в особом хранилище библиотеке редких книг Ельского университета. Предположительно, этот труд посвящен алхимии. Его авторство приписывают разным людям от Роджера Бекона до Джона Ди. Одна из популярных теорий гласит, что манускрипт – послание инопланетян. За долгие годы ни один из исследователей не приблизился к расшифровке рукописи Войнича. Возможно, тиражирование манускрипта поможет найти среди читателей гениального криптографа. Это были самые загадочные новости науки на сегодня. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok